друзья всем большой привет очередной вечер сижу думал отрисовать макетик тут один из клиентов но маленький фильм еще подсказал тематику прикольно то есть у нас запускаться в этом плане просто для баловства мы сделаю опять же начал рассматриваем макета просто взять отрисовать вижу что качество дерьмовенькая алгоритм здесь очень простой и такой учизил своими руками но естественно то есть сел заморочился сижу рисую рисую отрисовываю там круги все это соединяю потом в итоге я делаю одну версию такую там версию делаю такую потом он принадут работать особо эффективно сделать листочки красивые начинается с листочками с кружочками такие варианты делаю потом отрабатывать делал все на гравировки вариант потом дело второй вариант другими же листочками именно с вот такими прикольными как говорится нарезными листочками все это выглядит очень круто на самом деле в плане вот и просто посмотрев на время утром что этим заморочился в 5 часов утра идея пришла пораньше просесть вот сделать красоту то есть красоту сделал красоту отгравировал реально выглядит очень круто макет я думаю какого хрена когда я очередной раз продаю макета меня спрашивают цену этой базы базы макетов я очередной раз Washington году продаю дешево и очередной раз начали говорит на это слушал у тебя очень дорого будет база макетов может быть база макета стоит недорого может быть по сути это скажем так вы мало зарабатываете или может быть вы именно поэтому мало зарабатываете потому что вы не пользуетесь возможными инструментами может надо подать жопу с дивана начать работать хрен узнает но Большинство людей говорят, что база макетов стоит дорого. Если посчитать, что переносить цену базы макетов на количество макетов, которые предоставляются, то я скажу честно, база макетов, цена указана порядка, скажем, за 20 макетов. Фактически будет около 100 тысяч макетов в общей сложности. Просто покажу. У меня заходят какие-то варианты, к примеру, вот сейчас с круглешами буду работать. Круглые макеты. То есть я сижу, заморачиваюсь, отрисовываю одну, другую тематику, третью, четвертую, какие-то канаты, тросы. То есть я на это трачу время колоссально, сижу, рисую, рисую. Тут есть круглые прикольности, орнаменты тоже интересные. Имеет дорого. Блин, я думаю, когда это дорого могло, блин, свершиться? Да вот даже не давно, собака-жетон для собак, круглый послойный, по-моему, жетончик. Делал недавно этот интересный макет, сейчас тоже ради интересов. Да, да, да. Это тоже присутствует в базе, и я на эту тему снимал даже видос. И здесь я показывал, как я брал из базы макеты, как я брал шаблоны, фоны. Все это дело накладывал послойное и запускал. А сейчас самый интересный прикол, который очередной раз я говорю, да какого хрена я их дешево продаю? Объясню сейчас. У меня у самого возмущения идут. Смотрите, нажимаем точку, формат E, Z, D. И теперь смотрим, сколько подготовленных здесь форматов E, Z, D. Какие-то могут быть задвоенные, не спорю. Какие-то макеты, видите, тут уже в формате подписаны. Что в них находится, не скажу, уже не помню. Что-то есть от фабрики китайские. Дерево жизненно встроенной, печать, KFC. Три кота, икорь, центр, левая, то есть где-то здесь было даже индюшка, лев лохматый, семья, змей, смотрим, змей, дракон, дракон, интересно, вот дракон 3D, то есть уже все слои сделаны, то есть все уже настроено. Индю, индейка по слоям. Ну, что здесь, что здесь, в принципе, она без разницы, но DXF, CDR, то есть макет подготовлен, разложен, сделан. У меня, кстати, этот же макет, он есть, раскиданный по слам. И мне говорят, дорого, дорого, блядь, когда оно было дорого. Просто те люди, которые делают эти макеты сами, своими руками, вот, они четко осознают одну очень важную штуку, что... Это все время, это все время подготовки, это алгоритм сочетания. Опять же, кто будет заказывать, я сейчас не пугаю, я, наоборот, подсказываю. Обратитесь на кворк, закажите макеты на кворке. Вам подготовят такую хирозу редкостную, где вы получите не вот такой вот макет, то есть не вот такой вот разложенный макет по полочкам, где каждая линия, каждый вектор будет отдельно сделанный. А вы получите 100% макет, который будет с перехлестающимся, с наложенными, с задублированными векторами, где будут у вас... Ну, были такие макеты, у меня попадались неоднократно. Вам надо толщину линии указать, да, допустим, вот, ну, к примеру, здесь гравелка будет просить каким способом. То есть мы выделяем здесь наш макет, ну, таким вот образом, правой кнопкой сделаем. И зальем его в черный цвет. То есть, если мы не сделаем внешний контур, то мы получим выборку именно лепестков останется. Создаем внешний контур, получаем обратный эффект. То есть, здесь это все четко, ну, как вот, допустим, в данной ситуации. То есть выделяем здесь наш также макет. И получаем заливку правильным способом. Когда зачастую требуется какой-то создать вот этот вот промежуточный контур, либо выборку, как делают дизайнеры, сейчас тоже покажу. Вот интересная тема отдельная такая. Прикольно. То есть, видите, все, что черное, это будет выгравировываться. Все, что белое, оно останется. То есть, видите, макеты я гравировал, очень прикольно получается. Ну, вот они, по сути, такие же вариации сделаны. Так, фишка вся в чем основная. Когда вы заказываете у дизайнера вот этот вот макет, что делает дизайнер, сейчас вам покажу. Так, разъединить кривая. Он делает все просто. Он берет, оставляет одну линию. Давайте, ну, для примера. Свертонки, абрис. А он делает по-другому. Надо вам толщину линии. Он делает, сколько вам надо? Два миллиметра. Ну, сделаю вам два миллиметра. И делает такого вот у меня. Вы, по факту, потом заливаете это дело все себе в ЕСКАТ. Оно там ни хрена не работает. Ну, и все рады, все довольны. Все говорят, ну, круто, не получилось. Егорка, что делать? Вот. Поэтому вопрос цены, я думаю, отпадет. Потому что здесь реально я заморачиваюсь. Сразу скажу, что я не совсем один на такие дела заморочки. Думаю, видос это для тех, у кого возникает вопрос цены за макеты. То есть, какую цену. Вот, допустим, давай я сидел, отрисовывал папку крылья. Нажимаем вид. Где-то где-то, где-то новый версий. Огромный, крупный. Давайте крупный. Давайте делать огромный. То есть, сидел, заморачивался, прорисовывал определенные виды крылья. Где-то отрисовывал, где-то подготовленные макеты, определенные есть. То есть, ну, уделил тому времени, опять же, немало. Либо, допустим, да, как я уже показывал, ну, кто мне опять же сделал запрос, сердца или серд, то есть все, что разно с сердцами, опять же, есть макеты EZD-шный файл, вот такие вот я делал чубников прикольности, из лавис, подходит по-хорошо, на браслеты сейчас и заказывают, то есть по сердцам здесь дохрена макетов, форматы EZD, SVG, и мне, да, нет, такой еще прикол, тоже говорят, часто подписчики, И сделаем макет, чтобы у тебя были все макеты настроены в формате EZD уже с заливкой, так вот у меня возникает вопрос, а какого хрена делать их в формате EZD с заливкой, если мы берем, например, станок, у кого-то есть Raycus, у кого-то Max Photonics, у кого-то GPT серия QB, у кого-то серия LP, у кого-то серия M7, то есть, к примеру, 5 разных станков, это, подождите, только 5 станков, на каждый станок может быть минимум по 3 линзы, То есть, к примеру, берем 100 на 100, там 200 на 200, 300 на 300, к примеру, такой берем, разбег широкий, и, естественно, то есть 5 на 3 мы получаем уже 15 версий формата EZD, которые надо подготовить под станки, опять же, 5 станков, 3 линзы, а теперь берем мощности 20, 30, 50, 60 ватт, то есть 4, 15 на 4, получаем 60 уже версий станков с линзами, то есть вариации созданных макетов в формате EZD, Поэтому формат EZD не делается, еще важная причина, опять же, по формату EZD, ну, давайте такой вариант сейчас вам открою, покажу прикол с тем же самым, допустим, с подготовленным форматом EZD, который уже проводил тесты, ну, чтобы люди не заморачивались, допустим, с настройками ESCAD, версия оффлайн, она в одном из видеороликов у меня была, поэтому она есть в доступе, свободно, пользуйтесь, ребята, это не моя версия, мне ее предоставили, я также ей пользуюсь, также всем предоставляю, что это бесплатно, ищите под роликом где-то там есть на канале, не буду сейчас скидывать, что-то саморочка, смотрите, control all, открываем файл, формат EZD, Indy, индейка, это просто для понимания, почему я не делаю форматы EZD, все файлы, вот, на подготовку данного макета, на данное количество слоев, смотрим здесь внимательно с левой стороны, то есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, то есть, каждый слой отвечает за свои действия, я их более ли мне подписал, потому что, ну, на роду было тогда интересно, что за что отвечает, что куда пихать, вот, опять же, к примеру, там, фон, подложка, сейчас я немножко увеличу поближе, поближе, то есть, опять же, это вес, это все время, делать себе подряд макета, но это было более чем глупо, это уже, ну, сегодня тоже человек объяснял, одному из наших клиентов, что, говорю, такими вариантами заниматься, но нет смысла, единственное, в чем плюс таких макетов, когда они уже готовы для клиента, можно изменить размер, поменять немножко заливку, но принцип будет основной понятием, то есть, что за что отвечает и что дальше делается, то есть, к примеру, берем там, ну, фон, подложка, к примеру, слой, на него нажимаем, видно здесь заливка, плотность заливки, способ заливки, контуровка, автовращение, кстати, про эту тему, вам отдельно тоже расскажу, клиент у нас не интересовался, и вот с этими параметрами здесь уже ясно, что данные настройки сделаны у нас под станочек G550LP, опять же, смотрим, черная заливка 0, 0, контуровка, то есть, уже понятно хотя бы, что за что отвечает, ну, и для понимания вытаскиваем слой, я думаю, видос либо вышел, либо выйдет, потому что я обычно снимаю наперед, на месяц, на два, на три вперед, бывает, так, ну, понятно, что здесь фон уже подготовлен, то есть, такими макетами можно работать, но, опять же, готовить их сразу на 60 разных машин под разные форматы, это, ну, геморрый процесс, знаю, что американцы такие вещи делают, готовят формат этот EZD, то есть, какие-то там слои раскладывают, заливают, что-то мутят, потом народ берет, говорю, сразу врубают вот эти параметры, на пример, вот, сразу говорю, параметры здесь идут 1240-40, если их включить на станке G550QB, то есть большой вероятный шанс, что мы-то смог спален за счет частотного диапазона, потому что Raycus 50QB работает на частотах от 50 до 100 кГц, поэтому данные вариации не подходят, это первый ход к нему, смотрите, второй ход к нему, сейчас мы вернем игрушку, ну, вот, видите, тут написано полировка, нажимаем на полировку, параметры, так, он сейчас, то есть, по параметрам здесь никак не повлияет они на Raycus, но они повлияют на принцип сам, на сам станочек, кстати, в общем, косяк был, полировка не допилена чуть-чуть, так, чистка, 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 вообще, по поводу полировки, полировка делается на скорости 2000, мощность 30, это на станке G550QB, при линзе с F160 или F163 с рабочим полем 100 на 100, и, кстати, кто там делал мне замечание, что я указываю неправильно рабочее поле, типа китайцы пишут 110 на 110, наш, так должно быть 110 на 110, есть, ну, если быть точнее, либо фактически реалистом, то, допустим, на тех же самых линзах от OPEX, там четко прописано рабочее поле 112 миллиметров, ну, то есть, приходим к какому-то среднему стандарту, пишем 100 миллиметров, так будет более проще и более понятнее, иначе начинается общая паника, общие какие-то вопросы, целая куча шквал вопросов, а вот если, а вот если так, а вот если мы будем жарить яички на станке, такой тоже уже был вопрос от человека, я думаю, не будет удивления для мастеров, кто занимается гравировкой по металлу, но для тех, кто просто зрители, скажем так, не профессионалы, да, просто зрители, скажем так, обычные, классические, им очень интересно, что будет, или возможно ли станком мощностью 50 ватт пожарить яички лазером, скажу сразу, это возможно, потому что когда гравируются клише, там, долго, глубоко, там, фигачится, то я подкладываю плиту латунную под лазер и получаю из-за того, что она наливается в среднем, ну, при охлаждении, опять же, до температуры в среднем 70-80 градусов, то есть по-хорошему, если мы поставим на 90% в гравировке, там, хотя бы на 2 часа, то мы можем развить ее до 90-100 градусов, то есть яйцам достаточно от 63 градусов для приготовки. Так вот, полировка на станке GPT-50L-P не смертельно будет работа на 300 кГц. Для всех остальных станков типа Raycus, Max Photonics это уже будет смертельный исход. Опять же, вариацию берем работы на станках типа MOPPY M7GPT, здесь появляется, допустим, пункт на Q-Pulse и настраивать макеты еще по Q-Pulse под материалы, это может быть в версии, там, сотни, сотни тысяч версий, поэтому этот вариант мы встречаем. Понятное дело, что здесь по Q-Pulse, в основном по станкам, идет 7 ключей, ну, то есть 7 вероятных возможных включений времени удержания пульса в точке, вот. Я думаю, вроде бы подробненько все объяснил по поводу макетиков, по поводу базы, почему именно так, почему никак и иначе, ну, потому что вот так вот все это отрабатывается, все это заморачивается. Готовый также есть макет у меня был под гравировку серийную для маркетплейсов, календарь сетца, то есть такой тоже макет, когда-то я там отрабатывал, сейчас откроется, посмотрим. А, кстати, прикольная тема, это, смотрите, тоже вручную сам отрисовывал, был макет очень интересный под календарь вращения, это, по-моему, это тема для СО2-шников, то на СО2-режется, ну, на знаках, либо акрил, либо фанера. То есть был взят вот такой вот макет, чей-то, не знаю, чей-либо куплен был, либо хрен его знает, то есть, ну, по факту он режется из фанеры. ФК типа 2-1-2-2, троечка, либо четверочка, чтобы покрасивее был, с гравировкой, к БЗУ. Вот, и я начал делать отрисовку аналогичного макета, то есть разбивка по слоям, именно с классической гравировкой универсальной, то есть здесь идут сердечки, и здесь идут календарь универсальный, очень круто все сделано, и плюс ко всему есть под гравировку, то есть я разбиваю на такие вот слои, все, готовый макет, берем, работаем, режем и получаем, как говорится, адекватный результат. То есть, ну, база, естественно, будет основная вот здесь. Да, чуть-чуть, может быть, не допилены сам малость, но в целом это уже тоже рабочий макет. Опять же, идеально подходит для работы со станками СО2-шкой. То есть работать есть с чем, работать можно. Опять же, я показываю только лишь ту папку, где основная моя рабочая папка. То есть здесь, допустим, у нас бывает сейчас в последнее время запрос часто идет рук. Почему еще снимаю видос? Сейчас тоже, да, возникнет вопрос. А, реклама! Да, ребята, это реклама, это факт, это раз. Второй момент. Факт того, что, когда мне делается вопрос, типа, а что там у тебя лежит в твоих макетах? Я сейчас не могу адекватно снять это все дело на бандикам, скинуть по WhatsApp, потому что WhatsApp ограничил объем до 16 мегабайт. И у людей возникает вопрос, типа, блин, покажи, что там, что там, ну, что там, ну, так вот. Только-только так могу показать. То есть загружаю на YouTube, если я здесь на ссылку с YouTube, я уже буду вам скидывать и фактически показывать, что там в действительности лежит. Опять же, повторюсь, эта папка только лишь лично моя, которая идет к Gravity. Давайте еще есть, помимо нее, 4 или 5 папок будут дополнительно найти, плюс будут эти шрифты, которые используются здесь. Обязательно объясню. Формат макетов идет CDR, DXF, SVG. При формате CDR, допустим, вот в данном случае, да, здесь шрифты и текста можно менять по необходимости по запросу клиента. И эту тему я, как раз, поддержал в том плане, что я не вносил ее в кривые для того, чтобы упростить задачу и для вас, и для себя. И в дальнейшем это же можно уже редактировать под любые там цели задачи. То есть, клиент у вас там скидывает, что там руки какие-то определенные, то есть вы руки эти показываете, у вас вариация есть рук, он уже выбирает. Периодически я, кстати, обновляю, добавляю по поводу макетиков. Вот. И уже там либо дописывать, либо вставить шрифты, то есть все, что угодно. Это просто, опять же, как вариант, который я вот, ну, один из вариантов поиска. То есть здесь можно с этим работать. Думаю, вроде бы пояснил, говорить о том, что это дорого, либо это дешево. Блин, ну, это не дешево, но это и недорого. Потому что в определенный момент, работая в Инстаграме, я понимаю, что сейчас он, может, там не работает, но, блин, я скажу сразу, есть другие сайты Авито, там кто торгует, кто торгует на том же самом ВКонтакте. Я на этих макетах набил руку, зарабатывал много-много денег. Отработал здесь, я же самую, давайте сейчас сейчас, я думаю, там папка из вас, авто, авто. То есть сидел, заморачивался с автоподвесками, то есть их фигачил, создали много макетов с автоподвесками. Пиктограммы. Макетики для пиктора машин, электро авто. Вот они, вот они. Автомарки машин, то есть логотипы автомобилей. С той, чем-то штук, то же самое. Все сидел, это отмудохил, вручную подготавливал. То есть, сёточки делал запрос, по-моему, там, то ли 3, то ли 4 тысячи заплатил за эти макеты. Да, было отдельно, подготовлено было сделано. Все. Думаю, вроде бы подробно пояснил, объяснил, показал, продемонстрировал вопросов по макетам. Ну, то есть, не будет возникать в ближайшее время. Супер вопрос по поводу приобретения. Обращайтесь в телефончик, будет все в описании. Да, ребят, они своих денег стоят. Ну, представьте, что вы их сидели и в течение 3-4 лет вот именно эту маленькую базу, которую сейчас вам показываю, отрисовывали в течение 3-4 лет. Есть еще крупнее база, она тоже будет предоставлена. Сейчас ее показывать не буду, потому что там бардак полнейший. Но, да, через поисковую систему приходится таким образом сказать. Либо надо будет потратить 2-3 месяца их рассортировать. Уже, как я собираюсь, то есть, отдел создала бабочки те же самые, но все равно это вот процесс не такой прям быстрый, поэтому приходится немножко с ним заморачивать. Там где-то ветровое животное зажигалки. Ну, это такой вот общий базовый макет. То есть, есть с чем работать, опять же, с тем самым волки тут, ну, дохренища. То есть, выбор прям хороший ассортимент. Опять же, я показывал, есть разные там макеты. Кстати, вот здесь и свои папочки мне больше нравится, которые макеты, это барокко. Так, есть на ду. Викинг, 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 Винтаж. То ли я не вижу, то ли, то ли, то ли, то ли, что ли. Бамбук, биткоин, ВБ и жетоны, векторные. Так, Викинг, Винтаж. Где-то был барокко-макет, папка барокко-макет. Барокко-макет. Либо рука, либо рука баннер. Вот, барокко. Не знаю, почему они продаются. То есть, ну, тоже заморачивался с этим процессом. Тоже создавал определенные макеты. Где-то отрисовывал, где-то подыталил, делал гравюрки по зажигалкам, уже много раз-то видели. По-моему, здесь же будет макет и для ноутбука, того же самого макбука. То есть, на который потратил время порядка двух и трех часов, раскидывал вот эти вот всякие разные загогулины, завитуленьки. То есть, здесь есть, по крайней мере, с чем работа. Давайте сейчас проще сделаем. Через поисковую систему найдем мак. Макбук. Макбук. Так. Макбук. Вот он. Макбук. То есть, ну, есть, есть. Опять же, я помню, что вот эту гравюровку делал на макбуке. Ну, давайте так скажем, как есть будет. То есть, версии там разные есть. Минимум полторы тысячи рублей. То есть, минимум стоимость гравировки вот этой вот крышки на макбуке. То есть, полторушек это минималка. Время, ну, минут 15-20. Поэтому уже решайте сами. Все, ребята, я думаю, тему-то закрыли. Больше понимать ее не хочу. Кто будет вопрос задавать по поводу, что там лежит, ссылочка будет, соответственно, на вот эту базу. То есть, ну, на этот видео, чтобы понимали. Опять же, вот я готовил по жетончикам. То есть, макетики разные. Тут, по-моему, порядка 115 было жетонов подготовлено. Но, опять же, исходя из той базы, которая здесь есть, можно, в принципе, взять любые текста, любые форматы и закатать на любой жетон, подготовить. Макеты послойно. Это те, кто возникает вопрос послойности макетов, которые я периодически гравил. Кошечки. Вот такую тему, кстати, делал. Офигенная тема. Орла тоже сама гравировал. И, по-моему, был где-то здесь еще волк. Вот она, волк. Волк отделал. Ну, кстати, вот их и выбралось здесь отдельно. И отдельных подготавливал под гравировку. Все, как всегда называемый, от вас такой жирный лайкос. Временно, уже поздний вечер. Я понимаю, что время там 21-17. Мне еще 2 часа работать минимум. Все, ребят, всем хорошем настроении. Всем хорошего вечера. Всем хорошего дня. По вопросам и подведения ссылочка будет в описании. Все. Всем пока-пока.